И сегодня у нас ролик, конечно же, про то, что вы сами хотели. Вам залетел этот ролик очень сильно. Погнали! 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 Рубрику у меня, конечно, не могли все запомнить. Рассольник! Но я расскажу про нее. Оп! Слушайте, гения! Давай! Война 2022. Погнали! Как вы все помните, все начиналось с спецопераций. Да. Путин решил завоевать Украину. Да. Украина перестала нам поставлять. Ну, и все другие. Денацифицировать, прошу заметить. Денацифицировать. Не завоевать, освободить, генинацифицировать. Украина. И страны перестали нам поставлять, поставлять краску. Краска еще важна. Спецоперсоки белые. Ну, то есть, добрый он был и зеленого цвета, а стал белым. Так это маленький пацан, ригматон. Я думаю, нормально. Я думал, он не запалетотит. Сильно. Дальше. Есть Алиса Кола. Дальше. Есть Алиса Кола. Потом Кола. Есть. Ну, короче, все только в российских наклейках. Или как это можно еще назвать. Дальше. Нам перестали... Погиби. ...поставлять красители. Ну, красители я про вот это говорил сейчас. То, что у нас теперь соки белое вместо... Мне кажется, тут без Жмелевского не разобраться. Миша Тору надо против Жмелевского выступать. А мальчик действительно у меня Роберта Райта, но забавно. Потом. Нам перестали поставлять... Что еще нам перестали поставлять? Мы перестали поставлять много всякого... Справится-то вроде российское, я не знаю. Дальше. У нас пропали красители. Почему? Мальчика очень интересует красители, а мальчик действительно не иронично говорит лучше Роберта Райта. Здесь вообще не вопрос, как бы. Потому что мы начали воевать... Мы начали спецоперацию на Украине. Правильно, правильно. Не воевать спецоперацию. Молодец, молодец, хорош. Украине и всем странам это не понравилось. Кроме Таджикистана или... Украине и всем странам это не понравилось. Украине прям вообще... Она такая думала, ну нравится мне это или нет, я даже не знаю. Наверное, не нравится все-таки. Не, не нравится. Русские и турки, братья навек. Один народ, одна вера, одна судьба, все дела. Потому что мы к ней много летали. Ну, россияне много к ней летали. Одна Наташка на всех. Потом. У нас... Теперь. Нету кислина. Если кто не помнит, это те конфеты из детства. У кого они были, ставим лайк. Кто их пробовал? Я пробовал, так что я на это видео поставлю лайк сам себе. Конфеты из детства. Дальше. У нас перестали поставлять эти кислинки. Почему? Потому что мы поругались с Украиной. Ну, то есть с заводом и Украиной. Потому что кислинки производили в Украине. Если бы мы читали состав, то там было бы на... Тьфу. На... Украинском. И тем у нас получается то, что кислинок больше нафиг нет. Так как вам понравилась эта рубрика, Я буду ее снимать много, но не в это время. Потому что у меня сейчас стройка. Кто не помнит. Похоже, я не пошел. Ну и все остальное. Я больше всего гуляю, так что не могу снимать для вас полноценные ролики. И все какие там ролики с Украиной. Так как у нас... Где кислинкизация Украины произошла неожиданно? Взорвали психиатрическую больницу в Украине. Осуждаем. Погибло 15 человек. ХЗ. И 12 санитаров. Так что... Скрытая пропаганда ШУЕ. Погибло 15 человек. И 12 санитаров. Это нет. Смешно не то, что... Смерти, конечно, не смешны. Смешно именно разделение. Охуеть. Пацан за ШУЕ. Респект его, кстати, в этом плане. Он молодец. Он выбрал правильную сторону конфликта. Люди и санитары. Это отличное деление. Мощно. Дальше. Украина. Думают, что Крым ихний. Но на самом деле это совсем не так. Ну да. Крым подарил наш прошлый президент. Или кто-то там князь. Фи знает. Че? Или кто-то там князь. Князь, блядь, князь подарил. Князь, да, действительно. Ну, не, пацан хотя бы шарит, видите, молодец. Фи знает. Ну, он хотя может признать, что фиг знает, видите. И из-за этого у нас получается то, что у нас произошла, ну, интимная обстановка. Какая? Ну, интимная обстановка. Интимная обстановка. Я не знал, как это назвать, что происходит. Но, честно, да, это хорошие слова, чтобы описать то, что происходит. Я согласен. Это действительно интимная обстановка произошла. Да, действительно. Обстановка. То, что мы не хотим отдавать Крым. Так-то, по сути, он наш. Потому что отдали его Украине. Но потом у нас появился вот этот президент, и мы Крым отобрали. И у нас получается то, что Крым наш был. Ну, логично, да. Было ихнее, стало наше. Ну, логично. Не, ну, как бы, всё в одном процессе. То есть, мы не даём Россия. Ой, фу. Россия не даёт Украине Крым. А они нам не дают красители и всякие... Борьба за красители. Великая война за красители начинается. И за кислинку. Борьба за кислинку. Всякие кислинки. И из-за этого мы поругались с ними. Так-так. Мы очень запарились с... Кока-колой. Которую поменяли под Кул-кола. Я покажу потом, когда дождь закончится. У нас теперь есть Алиса-кола. И вот это я сам удивился. Так кислинки больше в Россию не поставляют, Олег. Вы не поняли? Это пиздец. Да все говорят, что я похудел. В смысле, я похудел? Цветы приветствую. Кислинки. Кислинки это самая большая проблема, друзья. Кто не верит, потом покажу. Покажу потом, когда пойду в магаз. Ну или когда дождь пойдет. Вот, что-то шаг. Вот так. А я палец. Дальше. У нас теперь... Меньшая продукция... Картофеля. Теперь... Почему? У нас... Теперь у нас не Макдональдс, а Эчпочмак. И... Вкусный и точка. Эчпочмак, да, конечно. Мощно. Кивси и... Бургер Кинг, к сожалению, не убрали. К сожалению, не убрали. У нас все меньше картошки, потому что исчезли макдональдсы. Поставка картошки закончилась. А Бургер Кинг, к сожалению, кивси не убрали. Это и мне хорошо, и вам, наверное. И моим друзьям, которые меня сейчас смотрят. Все. Дальше. Вкусный и точка убрали из меню картофель, потому что сорт картофеля сейчас это очень редкий, и он производится в других странах. Ну, не производится, а есть он только в других странах, и из-за этого мы не можем позволить себе много картофеля. Но как хорошо то, что у нас осталась обычная картошка. Да, обычная картошка выглядит как-то странно. Лайс, конечно. Фигня, ничего там не осталось. Вот. Дальше. У нас теперь малая продукция Лайс. Продукция Твиста. Твикса. И у нас появились новые продукции, как от Лайс до Твиста. Твиста что? Ну, это я расскажу в следующем ролике, тогда буду в магазе. Где будем? Ну, это я расскажу в следующем ролике, тогда буду в магазе. Ааа. Так скажем, с поля боя. Дальше. У нас получилось. Стрима Ковра, да? То есть то, что у нас нету теперь красителей. Ну, наиболее меньше стадия красителей. И из этого у нас белые упаковки. Они, как всем привычные. Продуктовый аналитик. Зеленые или зеленые. И с не молоком такая же проблема. Молоко теперь белое. А не овсяного цвета. Кто же виноват во всем этом бою? Конечно же начала Российская Федерация. Но мы осуждаем. Украина ничего не делала. Просто... В... В... Роберт Той, да? В 4 утра на них напали. И по этому мы больше теряем своих солдатов. Потому что... В том времени мы потеряли тысячу человек. Как я вам говорил в прошлом видео. Которое было 4 или сколько-то там месяцев назад. Дальше. У нас... Кто угодно, Светлань. Не иронично. Лучше Роберта Райта. В этом вся проблема, да. За нас никто. Ну то есть... США за нас, но они против войны. То есть... Бразилия, Боливия, Парагнайя и все остальные страны не за нас. Кроме Антарктиды, потому что там почти никто не живет. Пингвины, блять. Вроде. Дальше. ДРК тоже не за нас демократическое. Ну чел не иронично, а стран дохуя знает. Это в его возрасте нетривиальный навык на самом деле. Он молодец. Республика Конго. Потом Южный Судан. Охуеть. Молодец. Турция не за кого. Турция просто. Сейчас я вам покажу все остальное. Дальше. У нас здесь написано на украинском. Ну, тут на всех написано. Со вкусом краба, со вкусом краба. И еще. У нас больше не будет, наверное, продукция Лайс. Потому что нам могут разбомбить Крым. А там Черное море. Вы сами понимаете, потому что там крабы. И нам не поставляют крабов из других стран. Потому что над Украиной летать. А крабы находятся за Украиной. Чего, блядь? Зак. Укра. Украина. Украина находятся. Ээээ. Мальчик, ты чего? Какая правда находится? Ты чего говоришь-то? Не-не-не-не. Мы как бы осуждаем такие высказывания. Я думаю, мальчик заблуждается. Он еще маленький, молодой. Короче. Дядя прокурор, не приходи, пожалуйста. украиной ну если лететь через казахстан то нам придется остановить полететь из и кб бека бхода в казахстане остановиться и заправиться потом из казахстана и полететь в Иран и там там тоже придется заправиться потом лететь 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 и мы можем прилететь в Египет но в Египте нам не надо То есть можно в Египте взять, а так у нас получится то, что мы никак больше не сможем, потому что Иран и Ирак тоже не за нас. Таджикистан вроде за нас, или Афганистан, я не знаю. Ну это да. Ну кто-то знает из вас. Хуй там разберешь, что на юге. Потом... Он вспоминает карту просто. У нас больше нет никаких... Ну у нас больше нет лего почти. Только лего майнкрафт, но это к лучшему. Потому что майнкрафт я тоже снимаю, но сейчас у меня монитора нету, потому что он у Санька. Блять, я верну, я обещаю. Я просто поиграть взял, ну чё ты, ну прости, Миша, Миша, сорян, я не хотел, я просто взял поиграть лего. Чё ты? Вот это проблема. Да, действительно. Да я поиграть хочу, чё за фигня, верни. Так что... Ничего не знаю. Такая вот Россия. Ну, такой вот у нас президент. Я боюсь, он много такого скажет. Вот он пытается сказать такие странные вещи, которые нельзя на стримах произносить на самом деле. Нет. Тупой. И из-за этого у нас нет... Я не... Бля, ну, вы, короче, поняли. Я ничего не осуждаю. Не осуждаю мальчика. Мальчик неправ, юный, молодой, да, уже либерал, все дела. Ну, бывает. Всякая разная продукция. Но если нам получать картошку, то... Или через Казахстан лететь... Или лететь... Через половину Казахстана... И заправиться в... В чем-то, короче, надо заправиться или где-то? Где-то в России еще. То, что улететь через ЕКБ... Пролететь через Казахстан... Пролететь половину до какого-то моря... Там пролететь до России. И в России остановиться в каком-то городе. Потом через этот город заправиться и улететь в Турцию. Вот это можно сделать. Но это будет с пересадками. Ну, то есть... Нам придется... Или пересаживаться, или ждать, пока заправят. Заправляют очень долго. Так что... Не знаю. Надо или так, или так. Почему же никто не за нас? Есть одна во всем проблема. Путин. Да не, мальчик не иронично умнейший. Ну, он реально хороший. Мой мальчик достаточно умный. Но для его возраста знать все те названия государств, которые он знает, это нихуя не тривиальная тема. Я вообще не понимаю, кому интересно государство в таком возрасте. Но вот вообще все, особенно маленькие государства, да, там всякие, которые в Кьюгу от нас находятся и прочее. Но он знает их, он молодец. То есть, в этом плане мальчик-то действительно превзошел Роберта Райта во всем, буквально. Нет такой области, в которой этот маленький 10-летний ребенок не превзошел Роберта Райта. Наш президент. Из-за него все проблемы. То, что у нас теперь нет картошки. Для вот этого у нас получится... Ну, как бы... А, вытянусь? У нас картошка подойдет любая. Почищенная. И мытая. Это логично. Потом, ее можно нарежать просто кусочками. И все. У нас получится вот такой картофель. Так как у нас теперь нет лего. Что нам без лего-то делать, ребят? Из-за этого у нас получается проблема. У нас нет картофеля. У нас нету... У нас нету красителей. У нас... Красители импортные. Потом. У нас нету крабов почти. У нас нету... У нас нету... Да нихуя, он такие названия знает, которые я узнал не так давно. Но я никогда особо географией не интересовался. И всякие государства Африки, Южной Америки, это для меня, знаете, тайна большая. Я не все государства Ближнего Востока и Среднего Востока знаю. Он, блядь, он название, ну ладно, название он не больше, чем я знаю. Кстати, я не удивлюсь, потому что он знает, где еще государство находится. То есть он, возможно, даже перещаголял меня в географии. Вот. То есть интересная, вообще нетривиальная информация, мне кажется. Ребенок умный, ну, не видит, по крайней мере. Тут зависит от того, чем ребенок увлечен. У меня трехлетний племянник знает столько марок автомобилей, и отличает их все, что для меня это вообще кажется нереальным. Ну, да, но с машинами у детей и мальчиков проще, потому что у них обычно родители... Не, у меня тогда короткие были, я аналаса Стрикса. Соответственно, да? Потому что родители, отцы очень часто натаскивают детей на всякие машины. Вот. Типа, о, машина, там вот эта, вот та, третий, четвертый. Кстати, не факт, что он все правильно называл, хрен же его знает, вдруг он ошибался. Ну, он очень уверенно, может быть, говорил, а вы не смогли проверить, как профессионал. Но все-таки... Но все-таки важно заметить, что здесь батя мог натаскивать. Но кто по географии будет натаскивать 10 лет? Реклама у них действительно была хорошая. Ну, с географией просто в этом плане намного сложнее. То есть, это не самая тривиальная информация. Вот с динозаврами проще. Мне, например, динозаврики всякие попадались, планеты там я учил по порядку, как они располагаются, там еще что-то делал. То есть, мне это было интересно. А парню вот география зашла. Видите, хотя бы название таких стран знает, которые, ну, много кто не знает. Австралия, потом Индонезия и все остальные. Ого! И у нас еще небольшая проблема. Польша... Польша и Белоруссия... У них... Нажибать, не знаю. Рядом стоит Калининград. И Калининград могут... раздолбать. И из-за этого у нас получится то, что у нас не будет одной страны. А в ней добывают... очень дорогое... дорогую руду. Она называется... Я не помню, как она называется, но это тысячелетняя смола. сочеталась... и превратилась вот в это? Что... Что... Смотрите, надо... следить, чтобы гида не пропала. Вот у нас были чипсы. Скрабы, которые я очень сильно люблю. дальше рис сахар сейчас подорожали если мы будем считать на картуля то что если покупать яйца за 2 рубля то мы не сможем даже окупиться то есть если 10 умножить на 2 у нас получится 20 рублей потому что одно яйцо 2 рубля а если нам надо 10 а вот я вспомнил или узбекистан или афганистан таджикистан или киргизия да давай все короче называете мелочиться называйся не за кого то что у нас антарктида не за кого ну очевидно да то есть там никто ниже не живет европа не за нас евразии и еще это тоже не за нас деле получается то что за нас почти никто это и все напротив войны из-за этого у нас получится то что мы не можем больше видите но только в крыме крабов только в крыме потому что больше нас никуда не пустят через украину вообще нам запрещено летать и из-за этого у нас получится то что мы не можем нигде почти летать только если мы пролетим через казахстан попадем на кончик россии где нас могут заправить потом полететь и прилететь в турцию ну или поехать какой казахстан какой кончик россии как турцию чего блять турция в одном месте казахстан сзади кончик россии чего а мы разве не можем через черное море пролететь буквально там напрямую я к турции меня вопрос возникает неожиданно просто лететь назад казахстан где-то там заправляться на кончике россии потом зачем обратно лететь столько же или как или через какие страны там блин я не понимаю он может не представляете карту кстати через сочи может быть ну да это логично ну откуда смотрю летите он хочет через якобы казахстан на то есть назад как-то отлетать и потом короче вылетать а если можно просто в жух и вот так вот вылететь из екатеринбурга потом нам надо пролететь вот так только в ту сторону вот так пролететь потом надо повернуть вот туда вот туда чтобы мы прилетели в россию и у нас так получится то что мы прилетим какой-то город в россии нас там могут заправить ну то есть самолеты могут там заправить а это да видите южные воздушные пути закрыты с начала действа ну блин я кстати не знаю как они там закрыты открыты это хорошая информация светлань я эту хуйню не знал а как тогда летать куда смотря куда конечно смотря куда мы летим то есть реально через точу никак не пролететь вообще то есть тупо вообще никак это значит реально через турцию надо облетать как-то с чем облетать да через казахстан то есть он правду говорит вот так вот да огибают ну пиздец пиздец мне кажется сложновато сложновато да пиздец а никуда лететь не собирался не узнавал и пацан тогда шарит не вопрос полететь дальше и так у нас получится то что можно еще взять защиту от украины чтобы украины или другие страны нас не не выбили и просто самолет не упал никуда все сейчас кричат долой украину потому что я это слышал сегодня в лесу у нас все белки убежали из-за того что люди орут долой украину долой украину вот дети это орут я признаю что мальчик оказался умнее кандидата наук так согласен абсолютно согласен ананималс все принимаю поражение вы понимаете обычные дети даже вот обычные дети ребенок орет так и на этом я как бы закончу и у нас будет скоро следующий ролик так что жду вас у себя на канале подписывайтесь ставьте лайки ну а телеграмм у меня телеграмм у меня будет в описании приходите ставьте лайки спрашивайте вопросы всем пока